всем доброго здоровья сегодня у нас видео начинается необычно ко мне на почту в личные сообщения в телеграм очень часто ну не сказать чтобы очень часто но регулярно приходят вопросы почему у вас так много хуторов а есть ли они еще а можно купить и прочее я и ну или в деревне в в деревне конечно легче хуторов у нас довольно много но так чтобы совсем отдельно стоящих не так много но они встречаются и сегодня видео начало сегодняшнее видео будет посвящено вон тому хутору я думаю вы далеко видите отдельно стоящему хутору который продается и ну я надеюсь это будет интересно всем мы немножко поговорим про него историю и алексей приходи в кадр доброго тебе здоровья всем доброго здоровья всем всем привет алексей сколько же мы работали мы работали когда и даже больше скажу я был у тебя на свадьбе да я тебе больше скажу я вчера хотел дома взять фотографии когда ты не стоишь танцуешь с поднятыми руками я я забыл взять она меня есть на процент я сегодня как вспомнил как я был у тебя на свадьбе сразу вспомнил анекдот хлопец приходит домой немножко выпивший мама где это был сынок а я только у коляна на свадьбе мама там так напились ты даже не представляешь она но почему не представляю представляю фату с ними были времена ну что едем едем туда да посмотрим по месту ты шлях это не хутор это целый панский майонтов сколько тут земли ну как бы участок со всеми строениями то что форме на 15 соток а ну основной он здесь когда садил картошку но уже типа когда здоровье подвело это два участка или один это участок и это идет этот участок это участок именно типа который дом стоял именно хутор здесь а это дом который он притянул сюда что мы продаем продаем вот этот а тот тот нет это это материного брата они просто иногда приезжает там где-то получается два рядом стоящих у да 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 на какой на каком расстоянии от кобрина грубо говоря 20 километров я где-то прикидыв примерно как и мой но ка немножко в другую сторону да 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 это вот такой начинался этот хутор вообще начинался этот этот хутор не было этого домика отец сюда придет притянул а деда гаражик вот это вот гараж был автомобильный мы посмотрим то что внутри это и потом это стал типа домик потом ему захотелось именно свой родной дом которым он родился он сюда притянула черная за сколько километров сделал сани сварил нанял кучу техники через речку через мостом но притянул он своего добился потом полностью сделал ремонт этого дома и сейчас покажем что из этого получилось сначала с улицы пройдем столик у нас дубовый сколько ливей влатит на 8 человек стульев точно или нет потому что они как-то были проездом у меня сказали обязательно сюда приехать это но это здесь все бро более живом состоянии когда здесь бро отец уже вот два года он просто здесь сюда наведывался но не живу здесь там потом я дверь открою там внутри намного красивее чем снаружи ухи там у тебя строение строение можно сразу заезжать и держать погреб какой погреб он сделал погреб классный так давай подожди еще что начать вот именно ты думаешь его начать я потом все открою и покажу просто есть на что посмотреть ну давай начнем наверно главного слида дома да а электричество здесь нормальное мощное да ну типа он он вначале привел одно электричество но оно ему не понравилось потом он он типа сюда в буху много денег мы говорили папа зачем тебе это я вас начеплю вы меня это моя душно я вам хаты построю все и все он по-новому нанимал технику и поставили там ктп и оттуда провел кабель себе сюда да на этих трубах эти трубы были сварены вот между ними еще была труба и он сюда приехал расстояние 15 метров вдоль речки и приставка я длина трубы это сколько техники тянуло и хировцы и с и да водоемчик с рыбой не размера водоема водоема миша я даже не так тебе даже не скажу ну рыба живет и зимует да 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 а вот есть правый о весь карп идет кого видишь ага есть есть это надо постоять и их увидишь ну ты рыбу с собой забираешь нет 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 все работает все работает все работает все работает пароль и говорит отдам новому хозяину ну заходи я зашли ух ты это развиваться надо ну еще не будем развиваться ну это такая типа ну верандочка скажем так так я вкручу другую камеру широкоформатных все так но мы будем больше видеть эта камера немножко увеличивает расстояние но она дает больше обзор это такая верандочка здесь заходим и смотри печь печь русская русская печь отец построил здесь типа уже когда притянув дом кухню стол много народу может влезть да 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 печь там проводильник стоит ну они здесь они здесь жили ну о лежанка ну лежанка типа мирова большая все таки все равно не скажи есть намного меньше не не но это это типа но ноги свесить можно лежать да и вторая это и духовка балки банки это были родные но это их так типа по убирал старую краску это очищены да 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 это бы они были раньше покрашены просто белого это что а это наверно была стенка перегородка он просто делал под свой лад по-своему сделал здесь была большая комната кухни ему ему это перегородка набрал шеф в том доме которым он родился на перегородке газбалон газбалон наверное выгоднее электричество подключить по льготной цене и на отопление у нас и так мы не знаем из той комнаты или здесь там уже тут надо светлить пока что ты господа но свет я искали но здесь такая комната как бы а санузел санузел да санузел более более душевая кабину не кабина потом до шорка дошло это есть кладовая такая двери пока что не стоят до береже ну и здесь такая продавая здесь вход на второй этаж здесь кладовочка там ну с полочками и а вход на второй этаж тоже а там просто чердак просто просто чтобы не лазить нормальная лестница когда-да-да-да-да-да-да-да типа канализация там бочки закопали ну и здесь такая большая комната типа как ну как ее назвать не знаю просто большая комната которая обогревается тоже печкой все печка получается одна в центре да печь одна в центре которая обогревает и кухню и балки тоже родные да балки это все родные просто очищены но не балки чищен а тут я не вам купа электро барк и вот это приезжали которые ребята с украины они тут жили я не это все ему делали этот ремонт миша у меня есть типа чертеж план этого мы просто потом кинем вид из окна кормушечка висит вот те строения что мы проходили погреб о а этот гараж него трактора здесь были стояли граждан два трактора трактор с участвовать да тут как раз тот момент когда все уже сделано для жизни обустроена вот это типа поливать накачивается и уже вода полу да да диска был пробил скважину а вот там ниже всего я смотрю там нету водоема еще одну нету нету там ниже вроде как там где далеке вот лес виднеется это река муховиц идет это там уже вот мост можно может даже типа если присмотреться буквально жизнь началась с этого домика да здесь да 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 именно у батьки он перетянул это был гараж для машины и он берут это маскировка какая-то разная вещь сейчас я переставлю камеру и в итоге здесь жили строители которые делали большой дом начиналось с этого маленького домика это не было душно баллончики газ да конечно если хорошо постараться вложить ну пошли дальше погреб таких размеров миша ну можно за камеру там внутри померить сейчас надо идти на 2 на 2 с половиной 3 вот так он еще даже не успел здесь ничего нет на пользоваться потому что ну полки тут есть да здесь выходитесь и есть как отец скончался потому что осенью не стало отца царство небесное нужно сюда никто не вижу это типа они там я хотел снять гараж нет у коротенький какой-то для гаража ну ты поговори а я похожу вот рода я время да тут конечно будет вот я хозяйца надо держать они так как я и высота метра два сетки да 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 тут куры были да да тут были куры а через верх никто не кайжи нас не приходила не знаешь не знаю миша вот тут они даже были как бы все сделано и особо еще и не сильно не эксплуатировалась они заходили нет такой прохода монитор не заходили были отмечены ли ты постоянно на ночь просто загоняли серик поняла не там что-то планировал отгораживаться там нет а там ходу с другой стороны вот это а это для курей типа чтобы днем может вроде спрятаться или что да а с той стороны там ход здесь разделена так направлено свой дверь и там точно также сетка там были индюки или что у них типа ну куры здесь а там здесь и все загородно да дров здесь кубов и кубов тут можно же зимоватый может и не одну зиму я сказал вот эта дровница глубина ее метра полтора и высота метра два дальше дровница а там наверно парник был да там миша до контакта для парника трубы вот тут вы не были да да а вот ход для свиней вот именно вот здесь то есть ну то есть да может я что-нибудь и перейму по опыту какой-нибудь не переймешь просто просто ну смотри как даже типа и корыто и все таки осталось блин и корыто даже новые да красота и танки двери открывались не только выходили в загон типа на улице гулять вот эти первые деревянные вот я уже не зря приехал на грабли поднялся красота это не не совсем как бы лес тут в лесу вроде как находится но какая-то такая вот полоса лесная и с одной стороны поле с другой стороны но а лес сюда граничит большой или небольшой но типа начинается именно лесу китают уже для рыбы для рыбы есть вот тут а вот по этой дороге все собирают и соседи которые потому что я здесь не так часто бываю они да тут строение строения я даже боюсь представить это может стоить это это не хутор который знаешь в нашем понятии кто-то мне звонит там на дикую муть хуторок это где-то старый дом который страшно на него смотреть а тут заезжай и живит но тут сюда надо люди которые хотят жить за городом и держать каких-то ну животных для для себя для может даже для продажи как бы все условия здесь все это как бы работал фензиклировать и картошка варьеров парниках и свиньи были и живность было и яйца неслись и все ну как бы ну и тут стояла два трактора техника который типа он садил картошку к кучу его там пахал навесной да да и это такой типа загашки ты вообще считал сколько здесь всяких пристроен еще одна еще одна но это здесь гараж где он ставил автомобиль когда приезжал сюда тут и товар смягивать а вот видно лыжи да да это надо было творить такой трубы на который тянулся дом для машинки чтобы спрятать снега но и удочки карпа ловить главное удобно вышел и сразу рядышком недалеко удочки нести вот со стороны водоема так это смотрится карпик был большой спрятался вот с другой стороны водоема ну и соседний хутор здесь постоянно люди не живут приезжают я так понимаю используется как дача опять карпик пошел кто любит рыбалку значит чтобы никакие никакого отношения я к этому не имел сразу телефон вот вы видите сейчас на экране телефон алексея звоните и все интересующие вас вопросы задавайте я электричество не вижу в земле лежит да 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 земле вот там утром но я вот сразу почему спрашивал про электричество у нас в республике есть такой вид как электроотопление можно сделать льготный тариф на электричество это если небольшой домик вот как как такой он не намного больше денег вытягивает чем газ где-то большой да ну такой более больше дома отапливать а по деньгам подключить его что подключить обычно электричество что газ газ очень дорого а электричество что там в наше время теплые полы там раскидал или еще что делать то есть ну вот это очень важно вот у меня электричество в начале в роли количество потом она ему не понравилось и он где-то бухта есть а там вот есть барабан от кабеля он купил и целый барабан кабеля и тут катал нанимал технику копали и сюда провели уже нормальное электричество значит я поеду к себе на хутор тебе счастливо оставаться все добро если кому что будет интересно пожалуйста миша контакты оставит я уже это видел звоните звоните поэтому если вы через какой-нибудь месяц-другой мы жарим шашлыки у нас на хутор и значит что-то получилось все переезжай на другой хутор все пока так вот это все смотрится с этой стороны вот это соседний хутор а вот так хутор смотрится который продается и вот там вдалеке возле леса уже идет река то есть тут пройти на реку небольшая но река река муховец или малый муховец как мы его называем дорога терпимая вот на легко на легковой машине как вы видите сюда можно доезжать немножко кривоватая но терпимая не так как у меня ну вот мы и приехали в наш свинячий рай те на солнышке загораются эти кормятся вот интересно как там внутри что-то мне кажется даже не кажется ладно сейчас пойдем туда еще два слова по поводу хутора на котором мы были почему же он продается почему же человек продают продает родину человек живет в квартире и имеет загородный дом и еще один третий дом содержать и надеяться что когда-нибудь кому-нибудь это будет надо это очень сложно по себе знаю потому что тоже живу в частном доме и есть две малые родины но хорошо ту еще помогает хрестный мамин брат там не помогает он в основном это все все на нем висит вот поэтому я там еще сильно не не участвую только кроме пчел вот поэтому они приняли на семейном совете этот дом продавать вот так что с тем и домом закончили кому интересно контакты я оставил я не имею к этому никакого говорится отношения звоните спрашивайте интересуетесь приезжайте смотрите если кого кого-то это заинтересовало сейчас такие технологии что снять дополнительные видео переслать в любую точку конца света это можно без труда все хорошие мои и просят уже кушать кармелью хруш и иду смотрю что у нас там с внутрими по нутриям я уже в камеру видел что одна нутрия как минимум перешла на эту территорию то есть то тот то детская сетка которая им сделал них не остановила надо было ладно что надо было все работаем по кругу уже носится уже сами бегают ну что пойдем смотреть что там нас по нутриям хоть одна есть на месте или нет но что вы бояки так на территории видимо никого что у нас будет здесь забор так он был или приподнялся и наверно так трава судя по всему не тронута трава не тронута каша не тронута зерно кто его знает сухари а ну вот одна светлая нутрия здесь одна она там или еще кто то есть я не знаю закупил я партию гранулированного корма сейчас засыплю полную кормушку воды проверил у них достаточно и с водой и с кормом мои хрюши проживут вот эти день-два я думаю вы когда смотрите это видео у вас уже уже наступил праздник всем никто его ждал с праздником у нас еще пока не наступил видео снимается в субботу вкусная каша и надо думаю как же наш хутор все-таки сохранился во все это время сначала как-то он пережил насильное переселение в деревне все хутора насильно перевозили из деревни почему он не переехал возможно отдаленность возможно плохая дорога а возможно глаза кому-то не мозолил а когда уже в принципе люди самостоятельно перевозили свои хутора в деревне ну наступило то время когда уже более-менее в колхозе можно было жить неплохо а на хуторе без воды без соседей по поблизости было наверно хуже все таки и люди уже самостоятельно перевозили хутора но у нас на этом хуторе уже переезжать к наверно кому не было потому что жизнь так вот уже замерла в конце 70-х начале 80-х годов не стало прабабушки не стало дедушки не стало дядьки который здесь жил и и уже некому стала перевозить но бабушка мне завещала его перевезти дом ну он остался будет ли он кому-то нужен в будущем это уже ничего про это думать то тоже не мое дело посторонись еще вас обходить надо засыпем кормов хороший получился навес и во время дождей здесь сухо сейчас во время солнца здесь тенек и прохладно ну что в леди два влезло а три то не три не влезет еще пол мешочка влезет и все хоть раз посчитаю на сколько им хватает мешки у меня подписанные они взвешивались я буду знать сколько килограмм надо на какое время можно засечь хотя засечь не получится скоро панталона покинет нашу нашу эту территорию те будут подрастать эти разродятся тут сложно будет высчитать сколько же им надо кормов сухих на какое время будет хватать что там можно найти вкусного в этом столетнем сене не знаю но что-то копает что-то находит вкусно а 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 налью еще воды заменю кашу сено внутри притоптано если наверх на чердак на чердак это тоже внутри аши лазили но как минимум одна внутри светло есть вы видели я тоже это видел что-то там раскрывать и смотреть если там еще я не буду одну видел и в камеру видел на улице и заходил внутрь видел внутри одна черная перешла внутрь какая она из них перешла что тебе соломки добавить ну дошла очередь на сухого корма еда панталончик а то они его не подпускали кормушки оставили кашу ушли ели все сухой корм вроде иногда езжу сюда через день вроде как у меня свинки кушают через день нет они кушают 24 часа в сутки ночью надо включишь камеру кто-то проголодался и пошел в холодильник там поели рядом попили водички но крюша уже сохнет уже ее высасывают уже пока упали а Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok